Да, я собрала весь мусор у тебя в комнате и выбросила в камин. Смотри, там что-то есть, он не сгорел. Это не Феникс, это Дэд Феникс. Вот только подумать, Бейблэйды двух братьев, а такие разные. Ну что, Фито и Харц, проверим, кто из вас сильнее. Три, два, один, вперед. Так, атака Феникса, Дэд Хэндис отбирает обороты и так же, кто же выиграет? Давайте. Так, они что-то кружатся. Уже шатается Феникс, шатается и... Дэд Хэндис выиграл. Так, буду записывать счет. Так, один, ноль, в пользу Дэд Хэндиса. Второй раунд. Три, два, один, вперед. Итак, Феникс уже чуть-чуть начинает уже шататься. Опять кружится. О, Феникс уже шатается. И кто же выиграет? И опять выиграл с Дэд Хэндис. Так, и еще один. Фу, кто хоть один раз Феникс выиграл. Так, что-то надоело играть в Бейблейды. Сложу их опять в коробку. И опять у Тимофея бардак в комнате. Разбросал листики такие-то. Зачем? Для чего? Коробка лежит, наверное, с распаковки до сих пор. Так, ну что, зато приходится растопить камин. Так, сейчас разожжем камин. Сколько мусора у Тимофея. Мама, ты не брала мою коробку в своей комнате? Да, я собрала весь мусор у тебя в комнате и выбросила в камин. Там Бейблейды лежали. Смотри, там что-то есть. Он не сгорел. Тима, не волнуйся. Сейчас я его достану. Кстати, он здесь один. А где же второй? Неужели сгорел? Так, подожди. Ну вот, смотри, это же он. Вот, смотри. Это не Феникс. Это Дэд Феникс. Как это? Получается, он возродился и забрал энергию у Дэд Хедеса. Тима, ну я даже не знаю, что тебе сказать. Это чудо какое-то. Ну, разве только что пошли сделаем обзор на этот новый Бейблейд. Ребята, давайте теперь рассмотрим, что это такая за птица, мертвый Феникс. Ну что ж, давайте все по порядку и начнем с энергетического диска. Энергетический диск Дэд Феникса состоит также из двух частей, как и у первой модели. Из сердцевины и обоймы. Которая способна отлетать в бою, при этом уменьшенный Бейблейд получает дополнительное ускорение. А вот силовой диск, смотри, у него совсем другой уже. Он под номером 0 и считается самым практичным. А почему? А благодаря своей форме и довольно тяжелому весу. У Дэд Феникса наконечник шариковый. Только у прошлого Феникса он не крутится, а у этого крутится. И называется такой драйвер Атомик. И при этом Дэд Феникс теперь вот с таким драйвером, он отличается тем, что в начале боя может вести себя как атакующий. Сначала он выходит на край арены, прежде чем занять центр, и наматывает круги. Представляешь? И это его преимущество. Ведь пока противник будет его догонять, то теряет свою выносливость. Давай проверим его преимущество в битве. А с кем ты хочешь его сразить? С Вальдриаком пятым и Фафниром четвертым. Ну что ж, давай попробуем. Ну что ж, Тимофей, кого выбираешь? Дэд Феникс. Отлично. Тогда первым будет сражаться с ним Вальдриак пятый. Три, два, один. Сниму. Так, обойма отлетела, смотри. Ничего себе. Да. Рис там меньше, еще больше, смотри, по инерции раскручивается. Не дает Вальдриаку в центр встать, сам уже занял центр. И Вальдриак сдается. Ну что, еще раз сразим его с Вальдриаком? Давай. Давай, наверняка, чтоб было. Три, два, один, вперед. Так, смотрим. Смотри, в этот раз Вальдриак так сбоку подходит уже. Старается силы не терять. Аккуратненько. Да, и делать такие небольшие атаки. Что ж, посмотрим. Ну, это же не означает, что Феникс проиграл. Опачки. Проиграл. Раунд третий. Три, два, один. Вперед. Опачки. Смотри, второй раз с Вальдриаком вылетает обойма у Феникса. Так, только что была такая атака хорошая от Вальдриака. Да. Дэд Феникс отлетел, чуть не вылетел с арены. Посмотри, посмотри. Все равно он выиграл. Ну что ж, пришло время сразить Дэд Феникса с Фафниром четвертым. Три, два, один. Вперед. Ну, я не знаю. Мне кажется, Фафнир настолько силен, хотя Дэд Феникс его все-таки разбил в мультфильме. Посмотрим, как сейчас вот вживую будет эта битва. Проверим, честно это или монтаж. Я не знаю. У Фафнира самораскрутка, но, посмотри, он уже начинает вилять. Да. А Фениксу, смотри, а Фениксу хоть бы что. Фафнир остановился. Раунд второй. Три, два, один. Вперед. Неужели Дэд Феникс такой сильный, что побеждает даже Фафнира четвертого? Возможно. Посмотрим, чем закончится эта битва. Пока, конечно, 1-0 в пользу Дэд Феникса. Смотри, они сейчас наравне как будто идут. Ага. Интересно, кто же кого? Да. Фафнир начинает вилять. Это не означает, что Дэд Феникс проиграет? Я не знаю. И Фафнир все-таки... Да, Фафнир все-таки проиграл. Раунд третий. Три, два, один. Вперед. Вот на скоростях, вот скорость как будто одинаковая. Что у Дэд Феникса, что у Фафнира. Почему же Фафнир сдается? Смотри. Возможно, у него не действует самораскрутка. Нет, самораскрутка как раз у него действует, но... Вот такой сильный Дэд Феникс получается. Да. И так. Смотри, опять виляет. Да. И хоть и Дэд Феникс виляет, смотри, может быть они остановятся и вместе. Нет, Дэд Феникс выиграл Фафнира. Значит, Дэд Феникс абсолютный чемпион. А это мы узнаем, когда устроим турнир Дэд Феникса против всех сильных беев. Нравится тебе Дэд Феникс? Тогда ставь лайк, подписывайся и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok